Всем большой привет! Меня зовут Килия. Добро пожаловать на мой канал о вышивке крестиком Лилия Кроит. И сегодня я бы вам хотела показать вслед за моей мамой продвижение в моих процессах, которые я вышивала в январе месяце. Вышивала я, конечно, не все свои начатые процессы. Слово о всех начатых процессах чуть попозже будет, наверное, в видео, я так думаю. Но, тем не менее, четыре процесса я так вроде довольно неплохо продвинула, и два из них, они вообще новые, то есть я даже новые работы начала, но потому что мне очень-очень хотелось. Вот, да. Ну и давайте посмотрим, что у меня получилось в этом видео. Итак, наверное, я вам начну показывать свои самые большие работы, где больше таких каких-то продвижений, видимо, получилось. Это мой летний сэмплер, он же от Жанлин. В прошлый раз, давайте так, по-другому, прибавилось. В этот раз у меня вот этот вот уголочек, тут у нас пчелки бэкстичем, и тут вот будет улей такой красивый. И тут вот такие вот цветы. Забыла, на языке вертится, как они называются, но что-то вот я не могу все-таки вспомнить, поэтому будем называть их просто такими цветами. И, да, тут у нас будет, тоже я немножко залезла, тут буквально полукрестики, но это не суть. Вот это вот вышилось, и у меня центральная надпись, на котором написано летнее время. Вот такой вот у меня замечательный процесс, очень мне нравится его вышивать. Я рада, что я к нему, наконец-то, добросовестно, скажем, вернулась, что я не раз в месяц пару крестиков сделаю, а вот прям вот посидела я несколько дней, не отрываюсь прямо от этого сэмплера. Сэмплера очень мне нравится, и, наконец-то, кростич сага показывает, что я вышила 50% своей работы. Ровно 50% или там что-то 50,03% что-то такое. Вот, хотя, как бы казалось, у меня вот тут вот этот уже, вот, в принципе, где заканчиваются у меня вот этот клипсы, да, вот, видите, разметка вот тут чуть-чуть, это уже конец работы, и там тоже, в принципе, не очень много сиета. Я не знаю, почему так получается, может быть, тут боксича много, и этот считается, но, тем не менее, вот, кростич сага говорит, вот, 50% у меня готово только сейчас, только вот на таком этапе. Очень мне он нравится, прям вот он такой яркий, красивый, прям летнее настроение создает. Так что это у меня, наверное, как бы самый мой главный процесс. Очень бы хотелось бы его, ну, в феврале, я думаю, что нет, но вот в марте бы завершить было бы просто великолепно. Процесс, который я дальше продвигала, я, наверное, сейчас, или вот так я вам покажу, это Кида по схеме от мастерской эльфов. У меня добавилась тут кожа у нее, вышла тут у меня шея, здесь я вышла кожа, вот тут, кулон, значит, и то, что вот синим. Особо внимательно встретили, если, конечно, такие есть, потому что я, в принципе, Киду не часто показываю. Помнят, может быть, что у меня вот тут вот у меня платье уже было готовое, но у меня сильно было не соответствовать цветов, ни с картой, ни, в общем, сильно мне не нравился результат. Оказалось, что у меня цвета от оригинала немножко отличаются, то ли партия другая, то ли шестой, но от СХС у меня были. Вот, ну, а DMC, ну, прям сильно отличалось. В общем, заказала я потом DMC, я вот, к сожалению, сейчас не принесла вам показать различия цветов, но я, может быть, вот, когда отдельное видео по этой работе снимать буду, когда она уже будет готовая, я вам покажу эти различия цветов, и как бы получилось очень такое существенное различие. И, в общем, пришлось мне распустить все, что я тут вышивала синим, и вышивала я теперь нитками DMC. Единственное, что когда я начала вышивать синий такой, вот, видите, вот тут светло-голубой цвет, все-таки по ключу, и мне почему-то не очень нравится, как получается. Ни в коем случае я не ругаю схему или что-то в этом роде. Может, у меня опять, знаете, вот от партии партия отличается же, все равно какие-то оттенки. В общем, я теперь буду либо у себя в норе хомячей смотреть какой-то свет, который светлее вот этого синего 995-го, но вот темнее, чем вот этот голубой, вот более синий такой оттенок, чтобы получился такой переход более плавный, потому что на превью совсем другой результат. Вот, у меня получается вот так, но мне как бы так не хочется, поэтому будем вот исправлять. В итоге, да, у меня время ушло на то, что я распускала тут крестики, потом это снова вышивала, и вот вышивала кожу, вот тут вот кулончик чуть-чуть, еще незаконченное, да. Но если, в принципе, так взяться, то можно очень быстро, ну, такую работу, скажем, вышить, да, или похожую, вот принцессы, которые были. Вот, но я вышивала ее не спеша, но я вот-вот хочу, наверное, уже скоро прям за нее конкретно, так скажем, взяться и уже, наверное, довышивать, чтобы она у меня была готовая, потому что вот все-таки я ее уже долго, она у меня в процессе, и не хотелось бы еще больше с ней тянуть. Дальше у меня идет, ну, начальник, новый процесс. У меня помятая конва, это гаммовская конва была, поэтому я уж извиняюсь, я не сильно подготовилась к видео, вот, ну, я надеюсь, что вы меня простите, вот, и я вам покажу вот такой вот, скажем, результат. Это у меня зимняя матрешка от Панны, вот моя снегурочка очень красивая, она мне безумно нравится, вышивается очень легко, она, конкретно эта матрешка, она моя самая нелюбимая, в смысле, не так, неправильно сказала, менее любимая из всех четырех, мне другие ее, как бы, остальные три более симпатизируют, чем она, но когда я начала ее вышивать, мне она безумно понравилась, вот эти цвета ярче, чем на превью, и мне прям вот нравится это сочетание цветов, прям очень-очень, но, как бы, получилась летняя матрешка немножко наоборот, она мне очень нравилась, но вот вышивать ее почему-то мне более-менее, ну, в смысле, по сравнению с зимней и с усенней, то, что я вышила уже очень скучно, да, но, может быть, просто нужно за нее взяться, но вот, как получается, зимняя матрешка мне очень нравится, я буквально повышевала пару дней, три или четыре в январе месяце, очень хочу феврале закончить, чтобы она зимой еще успела немножко повисеть. И есть у меня еще один новый процесс, это он, я его, по-моему, еще никому не показывала, процесс вообще очень такой интересный, потому что это персонаж диснецкий, который мне очень-очень нравится, и я для этого, специально для этого дизайна впервые красила основу. И, в общем, посмотрите, что у меня получилось, что у меня получается, я вышила совсем немножко, это у меня будет Аид из мультфильма «Геркулес» по авторской схеме от Нади Григорьева, безупречный просто Аид, мне он очень-очень нравится как персонаж, и вот как, вот такая разработка, вот такой вот дизайн. Очень замечательный, давно Надя со мной делилась, то, что она хотела бы сделать такую схему с Аидом, и как только она нашла подходящую иллюстрацию, я уже поняла, что вот как она только сделала схему, я у нее сразу беру, покупаю и тоже вот буду вышивать, что, в принципе, я и сделала, я купила, единственное, что вот у меня долго шло время, я все собиралась с мыслями и силами покрасить основу для этого проекта, она у меня тут у меня помятая, она запяленная у меня обычно в Куснапе, но я думаю, все равно видно примерно, что получилось, скажем, не совсем тот результат, на который я надеялась, по поводу канавы, по поводу этого у меня Белфаст, да, но для первого раза покраски, я думаю, что это очень даже неплохо, я вообще боялась, что я испорчу что-нибудь, что у меня получится что-то такое некрасивое, конечно, мне хотелось добиться таких, знаете, как наподобие клубов дыма, но вот не совсем у меня клубы дыма получились, но получилась такая где-то легкая дымка, где-то такие, скажем, как потрескавшиеся что-то, в общем, такая с разводами канала получилась, но не просто вот как продаются же те же, тот же самый Белфаст с серыми разводами, да, но это было не то, что мне нужно, а вот так мне нравится очень-очень, хотелось мне, конечно, потемнее, но темнее не взялось, и я уже не хотела еще раз там красить что-то или на какую-то другую еще краску добавлять, да, поэтому оставила так, как есть, думаю, на такой основе АИ тоже будет смотреть очень неплохо, в общем, буду вышивать на вот такой основе его. В принципе, это все процессы на январь месяц, которые у меня, скажем, получились, очень неплохие, в принципе, продвижения, я думаю, да, очень-очень надеюсь, что тоже неплохие продвижения получится показать вам не в феврале месяце. Особо внимательные зрители могли заметить то, что ни я, ни мама не строили планов на 2018 год, что-то вот, у нас ничего не сбывается, постоянно что-то новое добавляется, задвигаются старые процессы, и потом этого ничего не получается, и не то чтобы расстраиваешься, потому что самое главное получать удовольствие в вышивке, удовольствие от самого процесса, а не конкретно акцентировать свое внимание на планах. Но я решила проверить, дело ли это в том, что делаются планы аж на целый год, на такой большой промежуток, или в принципе у меня планы строить не получается. Поэтому я буду теперь строить план на месяц, и в следующем месяце я себе планирую завершить вот эти три работы. Ну, в принципе, я думаю, за февраль месяц, за целый месяц это сделать реально. У меня сейчас идет неделя каникул, есть время, можно постараться даже на этой неделе уже какую-нибудь завершить, и вторую какую-нибудь подвести к завершению. У меня целая неделя еще времени, у нас холодно, и гулять сильно я не собираюсь. Но сильно забрасывать свой сэмплер я, конечно, не буду, и хотелось бы его тоже немножко как бы продвинуть. Говорить тут, чего мне добиться хочется, я, конечно, не буду, потому что, ну, это уже совсем как бы из области фантастики. Строим реальные планы, вот, закончить вот эти вот три картины. Очень бы, очень мне хотелось. Есть у меня, конечно, другие начатые еще процессы, я не знаю, скорее всего, вряд ли я к ним еще приступать буду, но вот их было бы неплохо завершить. И продвинуть сэмплер, это, наверное, такое основное на этот месяц. Большое-большое спасибо за ваше внимание, за то, что вы посмотрели это видео, и всем пока-пока, до новых встреч, желаю вам хороших результатов в феврале месяце. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok